Доброе утро. Вот я лично думаю, что люди, которые приходят в нашу индустрию, в сетевой бизнес, приходят, чтобы сделать здесь деньги. Заработать. Не потусоваться, не найти друзей, не изучить глубоко какие-то продукты или услуги, не посещать тренинги и семинары, не ездить на каникулы, не получать какие-то другие преимущества, а люди в основном приходят для того, чтобы заработать денег. Многие, чтобы разбогатеть, стать свободными, иметь остаточный доход, растущий чек, прославиться приходят. А прославиться можно только, зарабатывая много денег, получить признание такое. То есть я вас веду к мысли, что сетевая индустрия позволяет обычному человеку получить очень многое. Но, к сожалению, а может и не к сожалению, не знаю, во всяком случае реальная жизнь говорит о следующем. Большая часть людей, имея намерение разбогатеть, занимается делами в этой индустрии, в этом бизнесе, в своих компаниях, вещами, которые ведут куда угодно, но только не к деньгам. Я использую такую историю про Машу и Терентия. Кто-то уже, возможно, слышал об этом. У меня есть два партнера, Маша и Терентий. Терентий такое старинное, забытое русское имя. Они одноклассники, в школе вместе учились, между ними какие-то отношения были, потом они поссорились, и вот они случайно оказались в моей команде. Один в левой команде, другой в правой. Ну, короче, пришли одновременно в бизнес. И увидели друг друга, ой, и ты тут, и я тут. О, боже мой. Ну, подожди, ты когда включился? Я говорю, тогда-то. И я тогда-то. Ну, и как у тебя успеет? Да только начинаю. И я только начинаю. Но я тебя сделаю. Попробуй обойти меня, говорят они. То есть, между ними такая состязательность. Это всегда интересно. И вот я говорю своим этим партнерам, Маше и Терентий. Я говорю, ребята, что вы хотите добиться? Вы зачем пришли в этот бизнес? Подписали контракт и начали работать с этой компанией. Чего вы хотите достичь? В голос оба мы хотим разбогатеть. Я говорю, понятно. А в каких пределах? Ну, вот в таких. Я всегда избегаю сложных разговоров о постановке целей. Раньше я часами сидел с людьми, разбирался с их целями, помогал им сформировать список целей и так далее, и так далее. По книжкам, по всем. Сейчас я перестал это делать. Я просто понимаю, что это все потом можно сделать. Я спрашиваю, сейчас в принципе, на что вы рассчитываете? Вот мы хотим разбогатеть. Ну, а что по-вашему разбогатеть? Ну, тысяч, там, 10-15 долларов в месяц получать, это очень здорово. Ну, и правда, это очень здорово. По себе знаю. Можно и нужно больше, но уже 10 тысяч долларов, это очень круто. Особенно для нашего рынка. И они начали, Маша и Терентин. Я им говорю, как делается бизнес, обоим одновременно. Я говорю, смотри, вот это продукт, он работает. Надо убедиться, что это так на себе. Вы пробуете продукт, получаете свой результат и начинаете подписывать людей, которые будут А. Пробовать продукт, получать свой результат. Б. Подписывать людей. А. Продавать продукт в розницу. А. Б. Продавать продукт в розницу. И. В. Строить бизнес, приглашать в дело новых людей, которые будут. Самый главный пункт, третий. Подписывать людей. 95% времени надо посвятить тому, чтобы подписывать людей. Почему? Потому что чем больше у тебя таких будет людей, тем больше ты будешь продавать продукт, тем больше будет товарооборота, тем больше людей будут пользоваться продуктом, ну и так далее. Потому что все эти люди производители людей, которые производят людей, которые что? А. Пробуют продукт. Б. Продают его в розницу. И. В. Подписывают новых людей. Итак, нам нужны люди, которые делают эту работу. Надо подписывать людей. 95% усилий на это. Понятно? Понятно. Поэтому, что надо делать? Надо строить бизнес. Окей? Окей. Начали. Проходит неделя. Маша. Приводит на встречи. Заводит на сайт. Разговаривает с людьми, которые хотят, а, заработать денег. Которые хотят, а, построить бизнес. Которые хотят разбогатеть. Что делает Терентий? Я спрашиваю, как у тебя дела? Он говорит, я как раз сейчас, Олег Григорьевич, работаю над тем, чтобы хорошо изучить продукт. Потому что я не могу приводить людей, пока сам не разберусь. Я говорю, ну ты попробовал? Да. У тебя работает? Ну, в принципе, да. Но я не знаю, как при низких температурах. А я не знаю, что будет, если я его вот так. А вот мне нужно узнать еще компоненты. А вот я вот читал, а вот Олег Григорьевич, у меня вот вопрос такой. И судя по вопросам, я понимаю, что Маша спрашивает. А вот когда я говорю со взрослым мужчиной и предлагаю ему бизнес, а у него уже есть бизнес, и он уже успешный. То как мне с ним вести себя? Это один момент. А когда мне Терентий задает вопрос, скажите, а вот если температура вдруг упадет до минус 60 градусов, то вот продукт как будет работать? А вот скажите, вот там вот есть у него, вот там я начитал в справочнике, что там есть какие-то ферменты, какие-то вот еще компоненты. Я говорю, я понятия не имею, я об этом не знаю. Я просто знаю, что вот я использую продукт, неважно какой он там, внутрь, на себя, в машину, куда угодно. Я просто использую, вижу, что он работает, а что внутри меня мало волнит? Я не этим занимаюсь, я не в этом профессионал. Я профессионал в построении бизнеса. Я набираю людей, которые пробуют продукт, которые продают его в родницу, и которые набирают новых людей, которые... Вот что я делаю. Я набираю людей, и тут я профессиональный человек. Я могу тебе посоветовать. Но я сейчас этим не могу заниматься, мне нужно разобраться с продуктом. Проходит месяц, проходит два. Маша стоит на мероприятии, которые проходят раз в квартал, на сцене, как человек, который достиг определенного карьерного уровня. Ей вручают награды, ей вручают подарки, значки, ей хвалят. В зале сидит ее группа, которая восхищается своим спонсором. Глазки у нее блестят. Она видит, что все работает. Она имеет продукт, который меняет ее жизнь. Она его использует сама, машина, везде, неважно. Она продает его в родницу тем людям, которые отказываются или просто попадаются на ее пути случайно и не хотят заниматься бизнесом. И самое главное, она набирает людей. У нее бизнес растет, потому что все люди, которые сидят в зале, они хотят точно так же, как она. И если они достигнут той карьерной ступени, на которой она уже находится, то она поднимется на следующую. И теперь там сидят горячие люди, которые хотят стать богатыми. И всего-то надо найти несколько таких человек, 5-6 человек, 7. Найти за свою карьеру, которые будут строить свой собственный бизнес. И она уже гарантированно на всю оставшуюся жизнь будет успешной. Вот так двигаются у Маши дела. Она вся в захвате, у нее чеки, она зарабатывает деньги, ей все очень нравится. Классный бизнес. А на последнем ряду сидит мрачный Терентий. Он тоже приехал на это мероприятие, но у него нет с собой ни одного партнера, ни одного дистрибьютора. Он продал несколько раз клиентам этот продукт, но у них не очень хороший результат, потому что они разбираются сейчас во всем и видят там, то это шероховатости, то 0,3% не соответствует по справочнику тому, что задекларировано в описании. Они тоже разбираются в этом продукте. А он док, он им подробно рассказывает, и их интересует точно так же, как и его глубинные характеристики этого продукта. Их всех интересует, а что будет, если этот продукт отправят на Луну, и в течение 17 лет он там пролежит, какие будут последствия для него, для этого продукта. А что если его заморозить? А что если, короче говоря, они занимаются исследованием? Денег? Нет. Команды? Нет. Бизнеса, как такового? Нет. Есть исследования. Наш друг Терентий, экспериментатор, исследователь, он бесконечно что-то разводит, он бесконечно в чате интересуется, а что будет, если, а как это ведет себя в машинах такого класса, а такого, а если это засунут туда, зачем тебе это надо? Ну а вдруг, а если спросят, а если что? Одно время я пытался переубедить таких людей, говорит, смотри на Машу, смотри на меня, вот у меня есть деньги, он говорит, да я все понимаю, Олег Григорьевич, я все понимаю, но я так просто не могу, мне нужно вот. Я нарисовал такой утрированный такой образ человека, который глубоко погружается в изучение продукта. Но я хочу сказать, что у 90% партнеров, дистрибьюторов, которые приходят в бизнес, ракурс сбивается, направление движения сбивается. такое естественное на первых порах явление, как яркий, такой вполне осознанный и оправданный интерес к изучению продукта, он в последующем, вместо того, чтобы сдвинуть фокус на главное, на то, что ведет тебя к цели, а цель такая разбогатеть, значит строить бизнес, он вот задерживается на продукте, и там вязнет. Ребята, это колоссальная ошибка, колоссальная ошибка. Ведь есть закон, то, на чем мы концентрируемся, то и живет. То, чего мы не видим, не замечаем, не исследуем, не уделяем этому времени, не тратим туда энергию, то умирает для нас. Если мы концентрируемся на построении бизнеса, который делает нас богатыми, то мы это и получаем. Если мы на этом не концентрируемся, а делаем упор на другое, важное дело знать продукт, но не настолько для того, чтобы богатым быть. Если ты хочешь быть профессором, если ты хочешь, чтобы к тебе все обращались, и ты чувствовал себя комфортно, демонстрируя свои глубокие познания в продукте, но при этом не зарабатывать деньги, раздражаться, что кто-то другое делает бизнес, а я должен отвечать на вопросы его дурацких дистрибьюторов, то тогда это твой собственный вывод. Итак, вам подвожу итог. Маша уже давно на вершине карьерной лестницы. Терентий подписал двоих, которые, как и он, ковыряются в продукте. И они никуда не двигаются. У них все внимание сконцентрировано не на том, как стать богатыми, а на том, как глубже изучить продукт. Хорошее дело, да, если у тебя такая цель. Но если у тебя цель разбогатеть, то это плохое дело, это неправильное дело. Или ты определись с целями и не претендуй тогда на деньги, на богатство, на успех, на карьеру, на почет, на дома, на машины, на все, что заводит людей в сетевом бизнесе. Не знаю еще, как более настойчиво стучаться в ваши умы и сердца, но делаю вам предупреждение, особенно новичкам. Тот, кто глубоко проникает в продукт, становится специалистом, который знает все его характеристики, кто изучает все детали, кто поднимает всякие справочники, кто тратит время и усилия на то, чтобы стать профессиональным человеком в области познания свойств, характеристик, качеств продукта и его применения, тот, как правило, денег не зарабатывает. Он вписали в другом. Тот, кто ставит себе задачу разбогатеть, он пробует продукт, убеждается, что он работает, получает свой результат, который его вдохновляет, и рассказывает людям о результатах, не о характеристиках, процентах, свойствах, а о результатах от использования этого продукта. И всем заявляет, а что внутри, я не знаю, меня даже не интересует. Если вам надо, давайте спросите, вот вон Терентий идет, он все знает, у него денег нет, он готов с утра до ночи всем рассказывать, какие 3% того, 5% того или 10% того внутри этого продукта. Он все знает, я нет. Я знаю, как делаются деньги на этом продукте. Вам нужны деньги? Делайте деньги. Я желаю вам удачи. Продолжение следует...